приветствую вас друзья с вами снова антон канал акваферма и тема сегодняшнего ролика эта тема часто у нас всплывает в комментариях ваших вижу как вам интересна она это конечно канализация все что относится к стокам рыбоводного осадка из систему zv поехали итак рыбоводный осадок тема на самом деле очень важная потому что одно дело это мы воду достали она у нас чистенькая пришла в систему другое дело нам нужно скидывать воду причем скидываем и воду не только с барабанного фильтра которая является такой концентрированной в плане осадка да но также мы скидываем воду которая является просто оборотной то есть это просто вода из нашей системы которую скидываем мы в достаточно большом количестве напомню вам что оборачиваемость составляет в разных проектах В зависимости от технологических решений немного разные цифры, но в целом вы должны ориентироваться как минимум на 10, а чаще на 15% от общей системы в сутки. Другими словами, если у вас ферма на 10 тонн, условно осетра, то вы скидываете в сутки в районе 20 кубиков, 15-20 кубиков воды в сутки. Вы должны куда-то девать. Каким образом этот вопрос решается? На самом деле здесь много тонкостей. Тонкости, связанные с законодательством Российской Федерации, которое предусматривает, что стоки не должны попадать в открытые водоемы. Это является злостным нарушением. Есть отдельная экологическая прокуратура, которая за это дело может наложить штрафы, потому что это является, скажем так, преступлением. Поэтому мы должны смотреть на это законодательство, а также смотреть на наших друзей из Европы и смотреть, каким образом они решили там этот вопрос. Ну, собственно, я решил его так же, как и он решается в Европе. Значит, сейчас я покажу видео. Это видео я снял на ферме в Дании. Эта ферма производит 240 тонн в год форели. Понятное дело, что сливает она достаточно большой объем воды в силу того, что имеет водообмен до 40%, то есть 40% от общего объема воды сливается там каждые сутки. Это очень большое количество осадка и очень большое количество воды. Значит, вот сейчас я включаю видео, на котором видно, как владелец данной фермы, поднимая трубы, которые находятся в специально смонтированных конусах, производит тем самым удаление осадка, который скопился в этих конусах. То есть там система канальная, она сделана в один уровень, в определенных точках находится углубление, которое мы называем конус. Посередине этого углубления находится труба, вокруг трубы собирается много осадка, затем, когда он сверху эту трубу тащит наверх, соответственно, у нас открывается труба, которая под давлением засасывает и воду, и осадок. То есть он приподнимает на несколько секунд, все это дело улетает у нас вниз, после этого ставит трубу на место. Значит, вот сейчас вы можете видеть, как он дергает за эти трубы. То есть вот он их поднимает, раз, два, видно, да? После чего вот в этот канал летит, соответственно, этот осадок, который в дальнейшем сразу выкачивается дренажным насосом в пруд-отстойник. Это, собственно, наверное, центральный момент этого ролика, потому что именно пруд-отстойник является тем самым очистным сооружением, которое позволяет закрыть вопрос очистки стоков. То есть это тот самый способ, который используется в Европе. Дальше уже там есть вариации, но первоначально это всегда пруд-отстойник. Причем этот пруд-отстойник как здесь, так и на других фермах, он представлен непосредственно большим вырытым водоемом. Этот водоем, естественно, не связан ни с какими ручьями, не дай бог реками или озерами. Это отдельно выкопанный водоем. Копается он определенным образом. То есть копается он по следующему принципу. Водоизмещение данного водоема должно быть как минимум в 15 раз больше, чем количество стока, который вы туда отправляете в сутки. Но эти цифры, они очень условны, потому что стоки могут быть разные. Потому что система может быть разная. Может быть разные погодные условия и так далее. То есть вот эта отчистная способность водоема, который будет перерабатывать естественным биологическим, скажем так, способом ваши стоки в совершенно безвредный водяной сток, который может дальше замечательно усваиваться природой. Он зависит от многих факторов. Но условно, вот запомните такое сочетание. То есть водоем, куда вы сбрасываете стоки, он должен быть как минимум в 15 раз, его водоизмещение должно быть больше, чем тот объем, который вы скидываете в сутки с вашей системы. На, скажем так, усваиваемость вот этого осадка водоемом зависят следующие критерии. Первый критерий – это, конечно, температура. Чем выше температура, тем быстрее всю эту органику он будет переваривать. Все это будет уходить сначала на бактерии, потом, соответственно, на зоопланктон. Зоопланктона, соответственно, по пищевой цепочке, на следующую биологию. Также это будет впитываться все от синезеленых водорослей до высших растений. То есть там образуется совершенно свой такой индивидуальный биогеоциноз в этом водоеме, который полностью будет все это дело раскладывать. То есть на выходе потом из этого водоема мы будем получать воду, которая по своим гидрохимическим показателям нигде не выходит за пределы каких-то норм в плане экологии. То есть все будет перерабатываться. И лишний фосфор, и вся эта лишняя органика, да, все это будет замечательно перерабатываться. Значит, температура. Первое, что будет влиять, да, то есть если у вас, соответственно, холодно, пруд переваривать это будет значительно медленней. Значит, глубина пруда. Чем, соответственно, мельче он и чем больше по площади, тем лучше он будет работать. Это связано и с способностью воды насыщаться кислородом от солнечных лучей. Напомню, что чем, соответственно, меньше у вас глубина, тем лучше происходит это насыщение. А чем выше у вас насыщение кислородом, тем, соответственно, активнее у вас идут многие биологические процессы. Поэтому пруды, которые не глубокие, а занимают большую квадратуру, они являются более эффективными в плане переработки. Значит, кроме этого, будет влиять такой момент, как непосредственно, ну, место, где вы находитесь, да, то есть локация ваша. Об этом я уже, в принципе, сказал. Значит, ну вот основные, да, объем, температура, глубина. Вот основные вещи. Соответственно, если мы делаем побольше объем по площади, да, мы уже можем сделать, например, то есть делаем, если больше площадь, вот именно у нас глубина небольшая, то можем, соответственно, сделать чуть меньше объема. И наоборот, если у нас площади мало, места мало, ну, придется, соответственно, добирать объемом. Понятно, да, логика? Значит, что здесь нужно сказать? Давайте немножко слов об осадке, да, что же это непосредственно у нас выходит оттуда. Выходит у нас главным образом это рыбьи фекалии, это там достаточно существенный процент всего этого осадка. Выходит у нас огромное количество биопленки, то есть это то, что образует наши автотрофные бактерии из биофильтра, которые продуцируют огромное количество собой вот этой вот органики. И, конечно, это у нас остатки корма, то есть это все равно достаточно существенная величина. Соответственно, в осадке мы будем наблюдать много сырого протеина, мы будем наблюдать вот этот вот зольный так называемый остаток, да, то есть, ну, все, что касается минералов, потому что часть в любом случае вместе со стоком будет выноситься, да. Мы будем там наблюдать ту самую биопленку. То есть в сыром виде этот сток просто поливать на грунт неправильно, хотя могу сказать, что он значительно меньшей токсичностью обладает и на самом деле определенные растения могут его даже вот в таком свободном концентрированном виде все равно усваивать. То есть если вы там условно фекалии из какого-то другого сельхозпредприятия вот так вот польете на травку, на почву, то там все вымрет, она просто будет выжжена. Те, кто имеют опыт в растеневодстве, наверняка знают, что будет, если добавить неразведенный там, соответственно, навоз, концентрированный, да, на какое-нибудь растение, как оно его сжигает сразу. То есть, ну, растение не может в таком концентрированном виде что-либо усваивать, оно просто умирает. Вот здесь ситуация иная, здесь значительно лучше это дело усваивается, стоки эти, они значительно чище вот в этом плане, усваиваются значительно легче. Но все равно, да, то есть мы это все отправляем в водоем, в водоеме перерабатываем, после чего отдельным отведением это уже идет у нас в грунты и при этом не предполагает никакого ущерба для природы. Собственно, именно таким образом устроена вся канализация в Европе. Вот эта ферма, например, которую я сейчас вам показывал на видео, она обладает таким же вот водоемом, на видео видно, он не такой гигантский, но дальше этот водоем идет через дрены, то есть небольшие канавы двухметровой ширины. Они петляют и через примерно там общую длину почти в километр они непосредственно выходят уже в речку. Экологи раз там в несколько недель приезжают, это вот опять же я с собственником общался, делают замеры в том месте, где потом после этих дрен водичка впадает в реку и никогда не обнаруживают там уже на протяжении там долгих-долгих лет никаких превышений. То есть вода в эту реку, в этом месте, она попадает ничем не хуже, чем вода, которая из этой речки ниже по течению берется, соответственно, на систему. Значит, по канализации нужно еще сказать другие моменты и способы, да, как можно решить, если у вас, например, мало места. То решается следующим образом. Вот я, например, решаю именно таким способом на своей ферме. Делается канализация автономная, которая непосредственно принимает осадок, перерабатывает этот осадок. Затем, соответственно, уже очищенные стоки вы отправляете в дренаж. Это более накладный способ, но он подходит тем, у кого нет возможности, нету места на участке делать, соответственно, большие водоемы для вот этих вот прудов-отстойников. Для тех, конечно, идет вариант отстаивания всего этого дела, точечное перерабатывание посредством, главным образом, аэрации, конечно, и затем слив уже очищенных стоков. Кроме того, существуют методики, при которых этот осадок, он высушивается. То есть он отправляется в специальные такие, в специальные такие хранилища, которые покрыты тентом. Потом этот осадок, соответственно, на солнце высушивается, то есть, грубо говоря, он отправляется в такой мешок, такие большущие мешки, вот тоже в Дании за ними наблюдал. В этих мешках вода уходит, а, соответственно, все, что покрупнее, оно там остается. После того, как вся вода вышла, вся эта штука, она у нас усыхает, и у нас получается такое, как бы, концентрированное сухое удобрение. То есть там еще вот по такому принципу действует. Тоже, соответственно, водоемы уже гораздо легче переварить сток, в котором не находится огромное количество вот этих взвешенных частиц. Потому что взвешенные частицы, они остаются в этом фильтре. Ну, то есть принцип заключается в том, что ты отправляешь, как бы, через специальный большущий мешок весь этот сток, вода у тебя выходит и попадает также в прудотстойник, а в этом мешке у тебя то, что осталось, оно, соответственно, копится, 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 потом переключают слив на другой сток, а в этом мешке у тебя под солнцем оставшаяся вода вся выходит, и получаешь этот сухой, сухой концентрированный осадок в виде удобрения, да? То есть вот таким вот образом. Ну вот, наверное, вкратце все, что я знаю о сливе канализации, сливе осадка из системы УЗВ, я, в принципе, вам рассказал. У вас теперь есть тут тоже, в принципе, представление, каким образом этот вопрос решать. То есть здесь решение, собственно, еще раз, да, резюмирую. Два. Первое – это площадь. Это если у вас участка хватает, вы берете, соответственно, площадью, делаете водоем, прудотстойник, он замечательно справляется, вы дружите с природой и в полной гармонии с ней живете, производите свою продукцию. А второй вариант – если нет места для такого водоема, то, соответственно, автономная канализация, система канализации, которая будет концентрировано перерабатывать это дело, да? Ее можно по-разному сделать, но смысл, в принципе, один и тот же. На выходе вы должны получать чистые стоки для того, чтобы точно не переживать за то, что к вам может прийти кто-нибудь, взять пробы и начать вас третировать за то, что вы загрязняете окружающую среду. Отдельно хочу сказать, что в УЗВ есть такая аквакультура, которая выращивается в воде соленой. Вот здесь вот значительно все сложнее и проблемнее, потому что есть отдельные нормативы, которые не предусматривают засаливание почвы. И вот эти стоки – это отдельная вообще целая проблема, каким образом можно, скажем так, очистить, потому что вытащить соль из воды можно только выпариванием. Это действительно проблемная такая штука, это сделать. Поэтому тех, кто там собирается разводить в соленой воде, там, не знаю, лосося, есть там такие экзотические проекты и так далее, у них, конечно, все проблемней. Здесь надо действительно почесать голову серьезно, чтобы подумать, каким образом эти стоки можно было бы превратить в воду, которую можно безопасно сливать в воду. Но это все-таки больше экзотика для нашей страны. В основном у нас все УЗВ, оно на пресной воде работает, поэтому то, о чем я говорил, будет актуально для людей, которые собираются спроектировать там свою какую-то небольшую ферму. Теперь у вас, я надеюсь, есть полное понимание, как это сделать. Собственно, пишите вопросы, если какие-то вещи там остались непонятные, вроде так все, что касается слива, рассказал. Подписывайтесь на канал, делайте репосты. Всего доброго. Друзья, помогите сделать мой молодой начинающий канал лучше. Пишите те темы, которые наиболее интересны для вас. Именно эти темы я постараюсь осветить в самых ближайших роликах. Помогите понять, что для вас наиболее интересно, что вызывает самые главные вопросы на вашем пути создания своего собственного УЗВ. Подписывайся, чтобы ничего не пропустить.